ресторанный бизнес один из самых одна из самых убыточных них вы диктуете правила этого бизнеса это ваши правила мы смотрели цифры откуда ты брала эти цифры вот эти цифры это это просто прикинутые цифры у нас есть одна ключевая проблема вы по таким списком вы не сможете ничего создать мы что-то не играемся даже не в 10 тысяч долларов играем ты видишь только то что ты видишь я не готова брать на себя ответственность в дилетантстве за полмиллиона долларов нельзя ей давать финансы оказывается проблема когда каждый мы им должен заниматься открыли поздравляю зарабатывайте всем привет и сергей ерумилов сегодня нарисовал бентли мы ее разыгрываем да сегодня мы сегодня разыгрываем хочешь ее выиграть за лучший комментарий вы получите от нас у нас сегодня очень ответственное мероприятие поэтому мы немножко стрессируем а у нас сегодня ребята ровно через неделю произойдет встреча пока по самому неожиданному и мне кажется ну просто офигенному проекту который может быть это встреча с юлианой встречи с андреем встречи с оксаной с которыми мы планируем запускать ресторан и в прошлом выпуске вы сергеем вы помните и находились состоянии легкого шока почему потому что к нам зашел такой проект очень ответственный и в этом проекте нету профессионалов нет вот и это заставило нас сереже очень здорово напрячься вот как видите напряжение было вот но мы решили вспомнить все таки я решила вспомнить все таки свою самую главную компетенцию она какая я очень хороший и качественный организатор который делал очень дорогие проекты благодаря чему помимо того что качественный организатор благодаря тому что я умею подбирать очень классных и крутых людей и мы сергеем поняли что в этот проект мы просто не можем не ввести ключевого героя который все знает может и умеет именно в ресторанном же крутого профессионала крутого профессионала мы так здорово поднапряглись все-таки вышли на улицу поискали поискали профессионалы где где на самом деле мы встретились с несколькими людьми на этих выходных вот мы встретились для того чтобы пообщаться для того чтобы самим понять что эти люди делают и кого бы из них мы бы хотели или могли бы ввести в свой собственный бизнес и мы обнаружили одну девушку которую сегодня мы хотим представить нашим героям да но прежде всего я думаю нам нужно узнать с тобой что они вообще сделали да за это время какой у них план может они уже все все нашли все сделали может уже юлиан вообще все покрыли уже открыли может быть даже но я честно говоря настроены серьезно и сегодня моя задача моя ключевая задача это убедить их в том что так или иначе с нашим девочка лиску это другой нам нужен профессионал потому что лично я не готова брать на себя ответственность в дилетантстве за полмиллиона долларов я ассори уважают чужие деньги свои деньги вообще уважайте давай нам начнем уже позовем а так ну привет и вашей компании давайте начнем с главного то произошло неделю на неделю во первых удалось уже четкую вот концепцию которую мы решили на прошлом в прошлом на прошлых съемках мы поняли нашу четкую концепцию то есть что мы семейный ресторан разверваемся как семейный ресторан делаем банкеты делаем пиццу вкусную роллы и развиваемся в этом направлении я уже даже приблизительно где-то меню набросала что мы можем делать настоятельно до ты сделала прислала нам задания эти задания откуда ты взяла ты сама прописала с кем-то консультировал я просмотрела миллион информации не ходила и пока на курсы я а еще не начались у вас нет у нас перенесли на 1 ноября да немножко я думал что вот это вот вот эти этапы расписала просмотрела прослушала с мужем обговорила и пришла к выводу что вот так вот поэтапно нужно начинать и тогда уже что-то по крайней мере будем знать что очень важное что за какие сроки что мы сделаем будем иметь хотя бы картину и на завтра у нас назначен на человек который будет заниматься помещением скорее всего это и дизайном и что немаловажно разными проектами пожарным видео и так далее отопление электрики да это все он может это все он умеет твои потому что это очень 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 важно скажи пожалуйста а мы смотрели цифры откуда ты брала эти цифры вот эти цифры это это просто прикинутые цифры на самом-то деле это зачитай например ну как количество проданной пиццы в день планируется от 50 до 100 штук это только пицца да из чего это ты считала из каких соображений из по городу киеву вот я среднее число выводила антрилогическая задачка значит торговый центр проходимость 6 тысяч человек в день можно ли продать 10 букетов 6 тысяч день проходимость мимо точки можно продать 10 букетов цветов можно можно не продать да можно можно не продать ни одного а можно продавать на точке с проходимостью 6000 человек в день на 3000 гривен этот легко или просто а легко или просто легко или сложно чек 3000 гривен общей да как бы выручка кажется что легко но на самом деле так при легко все зависит от букета вот их цены мне кажется это тоже очень хорошо делаем тестовый вариант ставим букеты по 100 гривен сегодня как думаете сможем продать 30 букетов по 100 гривен при проходимости 6000 человек если мы их обыграем классно офигенно вообще классные букеты крутые которые по сути тебе 100 гривен обходятся в закупке нету повода наверное настолько продать вот мы должны понимать что цифры которые мы придумываем и которые логически вообще страшно логичны они могут быть абсолютно нелогичными и как правило готовиться нужно быть готовым не только к тому что все хорошо но к тому что все не просто не так а к тому что все вообще ужасно не так и единственное когда мы можем уже плюс-минус об этом говорить здраво это тогда когда мы получаем опыт то есть тогда когда вы в этом поварились потому что до этого момента к сожалению все наши бизнес-планы которые кажутся ну блин я же даже не то чтобы это же может быть вообще в 10 раз лучше да они оказываются очень часто ну фантастически невыполнимыми и ты даже не можешь понять почему они такие невыполнимые иногда даже бесплатно сдать пиццу оказывается проблемой и это нужно понимать просто изначально говорю потому что очень многие люди когда прикидывают себе такой бизнес они ориентируются на эти цифры то есть и для них это еще знаете что ужасно являются когда это последние деньги ну то есть когда это вопрос как бы жизни и смерти человек не знает он продал квартиру или там где-то там долганул взял кредит в банке просто нужно это понимать это очень как бы важный фактор скажем тогда так у нас в маркете небольшом открылась но вот они в маркете продают пиццу и я считала вот стояла и спрашивала у пиццы елы сколько он продает вот еще эти цифры немножко основываются на этом сколько он продает пиццы в день если учесть что там тесто не самого лучшего качества продукты понятно какие там использованы в пицце и для чего эта пицца вообще придумана в маркете то он говорит что вот я третий день стою реально не успеваю я около ста пицц вот на шесть часов продал то есть из этого еще как-то я самое главное что есть у кого-то не имеет никакого отношения вообще к вам вообще никакого забудь об этом вот вообще вот ну допустим понимаешь вот один человек поет да он выходит на сцену спел ему платят за это 100 тысяч долларов а другой поет точно так же но он в переходе даже лучше он в переходе и ему никто ни копейки нет не дает понимаешь вот то что вот у кого-то до к вам никакого отношения поэтому то что то ты видишь где-то ты не видишь но ты видишь только то что ты видишь а это что ты видишь да это один процент от того что бизнеса что есть 99 процентов не видишь она скрыта и неважно лучше у тебя пицца может быть до дешевле там еще каким-то образом мы знаешь сколько экспериментировали с цветами мы составили там ниже себестоимости эти букеты еще по-всякому просто было интересно код успеха в чем же он то есть крутили и вертели просто но со многими очень вещами не всегда это объяснимо ну то есть абсолютно поэтому мы я просто говорю это к тому что вот эти цифры которые мы берем они все идут из потолка если за нами но как бы за нашими плечами нету опыта и логического объяснения конкретного уже исходя из опыта почему так произошло и почему так происходит я очень люблю разговоры с людьми которые ну например для меня сейчас youtube-канал является очень актуальной темой вот недавно я созвонилась одним человеком который набрал за год сто с лишним тысяч подписчиков он мне говорит задавай любой вопрос я же ему говорю ну чё ты делал и он начал мне по полочкам раскладывать сразу сколько денег сколько какая коллаборация принесла сколько и только когда он мне это рассказал у меня сложилась картина и я подумала ну конечно себе столько денег влила так у меня боже не сто было у меня уже было там 200 тыс мне так показалось конечно же но сам факт того что я подразумевала что у него это все по-другому происходило тарапам в эфире наша любимая рубрика распаковочка слушайте я не знаю как сейчас насчет распаковочки но давайте посмотрим на упаковочку и так пришла посылка мне я обалдела потому что это ну я уже знаю тут написано что это линджери это белье честно вам скажу я таких коробок вообще даже в италии не всегда вижу это я знаю сколько стоит продукция вообще в такой упаковке ребята упаковка мне кажется стоит дороже чем все остальное это мега круто я тысячи раз говорю это мега круто как нам везет как клиентам что мы можем с вами за достаточно здравые здоровые деньги получать вот такую красоту об этом взять на стажу и так две коробочки пришло посмотрите что даже кстати ленты крутые посмотри как смотри на визитку ду-ду-ду-ду-ду-ду я знаю сколько это все стоит в цифрах это мега круто я обожаю такие вещи и так это шелковая рубашечка блин сейчас подождите как это мальчики вас не смущает нет их не смущает а это шелковый топ который я скорее всего помялся у меня который я скорее всего буду даже носить с какой-то джинсами или с чем-нибудь еще красивым блин посмотрите какая красота это натуральный шелк наши девочки рукодельницы это шьют ну кстати это очень фабрично выглядит натуральные кружева посмотрите какая красота мне кажется что к новому году вообще подарки тебе нужно делать всегда ну к новому году это вообще а это а это а это вообще моя мечта потому что это немножко мятый а мятый почему потому что натуральная ткань это шелковое кимоно а я пример вы хотите чтобы я разделся я знаю не ни фига посмотрите какая красота ну красота же спасибо огромное за такие шикарные подарки это очень приятно очень приятно и очень кстати приятно к телу прямо захотелось здесь поспать я еще раз хочу сказать что это называется леди хантер да уже как бы понятно такая похитительница это безумно красиво и я хожу в бутики с бельем и знаю сколько вся эта красота стоит у нас у нас в италии и это очень красиво я всем мальчикам рекомендую посмотреть на этот бренд я оставлю обязательно ссылочку на инстаграм и что-нибудь своим любимым женщинам купить хочу сказать всем девочкам что девочки халаты засаленные хвостики с бегутями и прочие вот эти все атрибуты они нынче не в тренде себя нужно баловать я вообще люблю спать в шелке потому что это очень приятно я люблю носить шелк и несмотря на то что это один из самых вредных по своему поведенческому фактору вот вид тканей это очень классно за бизнес теперь давайте про бизнес упаковка просто шикардос я хочу чтобы обратили внимание не уменьшу красиво складывать простите посмотрите как вообще здесь все 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 продумано как указан сайт посмотри какой двойной картон ребята вы тратите на это безумный бабло и это очень круто я когда увидела и вообще не поверила что это это мы это украина это наши местные производители это просто мега достойно я могу пожелать вам от себя только одного чтобы у нас было достаточное количество клиентов которые понимали что за такие деньги мне хочется плакать для бизнеса что за такие деньги можно покупать такую красоту пусть у вас будет огромное количество продаж обязательно зайдите и посмотрите у них офигенный инстаграм у них очень крутой продукт у них классное продвижение у них безумная упаковка сделайте себе такой подарок спасибо огромное за то что присылаете мне присылайте больше я буду обязательно все показывать на этом я все забираю я вам скажу честно а мы после первой встречи были с сережей под впечатление объясню вам почему да а потому что у вас достаточно серьезный проект вы очень приятные я даже честно скажу я редко встречаю таких замечательных энергетических приятных людей ну вообще и у вас серьезный проект вы классные и у вас достаточно серьезный бюджет я всегда привыкла а мои клиенты из я сама в результате я привыкла с уважением относиться к деньгам своим или чужим вообще в принципе то есть я против того чтобы эти деньги куда-то сливались их тратили на что-то непонятно что я прекрасно сама знаю как можно взять классный бюджет и можно эти деньги приумножить а можно их заметь тщательно слить в трубу очень быстро и я много лет занималась вип-свадьбами и делала свадьбы ну с бюджетиком как ваш ресторан в том числе я видела у меня есть естественно коллеги я видела как можно вообще сделать что-то крутое а как можно эти деньги бездарно закопать и такую цыганщину получить такой кошмар получить я за это время приобрела очень хорошее правило с которым в принципе наверное я была где-то рождена потом хорошо прокачана в шоу-бизнесе потому что у меня был негативный опыт и в результате я его всегда использую это очень хорошая команда я знаю что всегда все определяют те люди которые которые стоят во главе это факт я никогда например не бралась ни за один проект который не умещался в бюджете который был не мог покрыть мою команду потому что знала что когда на площадке работают профи мое дело ну как бы собрать их настроить поставить задачу когда у нас на площадке дилетанты это жестяк ну то есть мы не можем вообще ни за что отвечать ни уровень ответственности ни качества не так далее не так далее у вас есть замечательно юлиана человек идейный горящий который хочет круто но а пока не имеющий опыт то есть ключевая задача из юлианы сделать очень классного управленца то есть очень здорово что такой человек есть просто противном случае думаю вы на это не подписались правда вы же догадываетесь что это бы все легло на ваши плечи в результате и это надо было либо просто куда-то сдать продать ну я так понимаю вы же в сфере b2b работаете правильно вы несчастными лицами общаетесь в своем бизнесе ну да больше а вот и b2b и b2c немножко разные истории я мало знаю b2b но я очень хорошо знаю битуси и работа с клиентом и и скажем заработок денег через конкретного человека это конечно ну очень непростая история очень непростая вот тут нужно много различных факторов и своих в своем характере в том числе иметь для того чтобы все это терпеть так вот ресторанный бизнес один из самых одна из самых убыточных ниш ну открывается огромное количество и практически 90 95 процентов вам сегодня может быть об этом расскажут а закрывается по одной простой причине потому что люди зачастую заходят в этот бизнес имея деньги откуда-то и желая получить какой-то бизнес для души потому что честно скажем я не знаю опять таки не буду вам честно говорить я же не работаю в битуби но мне что-то кажется что там как-то души немножко не хватает это хочется какой-нибудь маленький там где ты можешь пообщаться с людьми где как-то все более комфортно и это есть нормально но ошибка заключается в том что как правило когда мы мы тоже с сергеем кстати вот с цветочной компании у нас был такой же опыт вот когда мы переходим в такой бизнес но нам естественно у нас есть понимание как нам кажется как это должно быть но мы же этого никогда не делали естественно и за счет того что мы не можем сделать грамотных действий не знаем каких получается что бизнес ну мягко говоря не бизнес такая история куда мы как баблишко забрасываем забрасываем у кому-то нравится кому-то в какой-то момент становится это слишком напряжно и вот я поняла такую мы когда начали сергеем обсуждать о том какую команду вам до подобрать потому что наши есть люди мы с ним а впали в такой интересный диалог долги я ему говорю вот смотри давай это наш ресторан с тобой это наши с тобой деньги вот кого бы из этих людей мы сейчас пригласили к нам в команду чтобы они у нас бесплатно поработали и мы напряглись потому что в данном случае например когда юлиана пришла к нам в проект качестве дизайнера какой бюджет нету бюджета какое ну как бы особо ничего не теряет и мы начали сергеем этот момент обсуждать и поняли что здесь нужно вернуться к тому что в таком проекте не может быть случайной команды не может быть случайных людей потому что если мы сейчас дадим вам случайную машу условно даже пусть маша даже профи и маша скажет окей будем заниматься вы начинаете маша говорит ой извини юлиан я уехала у меня дела сегодня я не могу или извини у меня сейчас проект я не могу этим заниматься а у вас то все идет деньги то ваши суммы то приличные но у нас есть одна ключевая проблема у нас среди нашей с вами компании нету никого кто бы уже прошел этот путь и кто бы мог обладать такими компетенциями которые не по бумажечке а который бы мог сказать каждая ошибка нам может стоить очень дорого это не сто гривен и не двести гривен да это серьезные деньги и все то что мы сделали неправильно планировки неправильное меню составили неправильных наняли людей неправильно разработали все эти карты и так далее это все приличные деньги они ваши понимаете и они большие мы что-то не играемся даже не в 10 тысяч долларов играем типа давайте кафешку сделаем а ну не получилось играть это ладно оля расслабься ничего страшного то я не нет это приличные деньги поэтому мы с сережей начали смотреть людей потому что у нас действительно были и мы повстречались мы уделили этому время мы повстречались людьми которые в этой теме ну как бы какие-то представляли ключевые компетенции прошли большой путь уже это в этой сфере вот и много много скажем этих путей и сегодня мы пригласили сюда человека который занимается профессионально ресторанным бизнесом открыл много ресторана который произвел нас очень большое впечатление потому что я не открывал ресторанов я честно об этом говорю я как человек который в бизнесе соображает я опять таки придерживаю всегда главного правила собирать правильную команду потому что она как бы решает и меня очень впечатлило все то что она мне рассказала и о ресторане и о запуске и об этапах и о том что надо делать и больше всего меня впечатлило то что они с командой это все делают полностью ну то есть они умеют это делать и что самое главное первый вопрос который мне задали если человек которого мы можем сделать классным управляющим ресторана потому что кто бы что ни делал все равно должен стоять кто-то во главе и лично мне кажется что это идеальный вариант если мы сможем включиться в работу когда уже есть тот кто может не теоретически а практически объяснить рассказать имеет большое количество кейсов опытов как открытых так и закрытых ресторанов работает с большим количеством ресторанов и знает как это есть на самом деле они так как нам кажется я сегодня а предлагаю вам познакомиться ее зовут виктория вот у нее компания прямо которая этим занимается вот я думаю что ну наверное лучше всего будет если мы сейчас ее пригласим и она уже сама расскажет покажет и в общем то я думаю будет предметно пообщаться по крайней мере у нас появится один человек сейчас который в отличие от нас с вами во всем и там чудесно разбирается и даст нам достаточно много информации для того чтобы понять что что нам необходимо делать вот и уже ваша задача соответственно подумать если она нравится то я предлагаю ее нанять себе на работу то есть вот уже предметно все обсудить и знать что есть человек который за это отвечает который с этим спит который этим живет и который несет ответственность и моральную материальную какую угодно да потому что на такой проект в противном случае ну я не знаю мне кажется это очень рискованно так ну вот собственно уже за кадром мы познакомились виктория вик я предлагаю тебе уже поскольку ты в курсе как бы немножко событий да ситуации я предлагаю тебе взять образы правления рассказать ребятам о себе и собственно о том чтобы ты сейчас советовала делать в общем все тебе отдаем хорошо меня зовут викам я последние три года занимаюсь консалтингом в ресторанном бизнесе запустили уже больше десяти проектов в киеве и помогаем не только открывать заведения но и работать с уже открывшимися и неуспешными заведениями выводить их в прибыль выводить из долгов и как бы это основная проблема почему я занимаюсь ресторанным консалтингом потому что проведя 10 лет в ресторанном бизнесе на должности управляющего директора зам директора все время сталкивалась с проблемой что собственники не всегда могут со стороны оценить насколько ресторанный бизнес сложным бизнес и во все это ввязываются а потом не получается работать и естественно что страдают все страдает персонал страдает отношение собственника с руководителями проекта и сколько бы управленцев шеф-поваров не менялось все равно это не спасает ситуацию вот ну вот как бы я пришла к тому что нужно все таки свои знания как-то направлять в более правильное русло и не спасать утонувший корабль и доставать его и да из воды обросший мхом а делать так чтобы он шел на правильный курс вот в ресторанном бизнесе я уже больше 14 лет прошла всю карьерную лестницу начиная с официанты заканчивая руководителем просить и ресторанов ну и когда я расти уже было некуда больше я открыла свой проект и имею опыт управления своими инвестициями знаю что такое когда тратить свои личные деньги на создание проекта вот ну вкратце да то что что мы делаем я почитала штуку которую мне скидывали на наброски да на проект и здесь нет основных показателей которые бы сказали про я просто не знаю это где-то вы может быть покупали нет не покупали просто как бы муж имеет небольшой опыт вернее имеет опыт но не в управлении рестораном вообще относится к ресторану и и я прослушала очень много информации и вот составила себе такие но здесь нет основных показателей это рентабельности самого проекта общего я не считала срока возврата инвестиций и рисков да это вот три три основные основных я согласна да это сколько вы потратите на этот проект через сколько вы эти деньги вернете вернете ли вообще сколько вы будете зарабатывать благодаря этому проекту и утерянной прибыль если вдруг на проект не состоится вот ну вот как бы тут много чего есть такого хаотично разбросанного но вроде бы все имеет отношение но нет структуры то есть вы под таким списком вы не сможете ничего создать это будет хаотичное движение вы начнете в первую очередь скорее всего делать ремонт как обычная самую большую ошибку совершают это начинают документы хотели оформлять а ну конечно вот это да это все с чего начинается практически всегда на ресторан и бизнес когда люди не имеют опыта в этом они начинают с ремонта потом отка делают всю разрешиловку вентиляции тратят на это кучу денег когда деньги заканчиваются они приходят к тому что нужно уже как бы запускаться и как бы последним эта концепция а про маркетинг уже вообще никто не говорит потому что чаще всего на маркетинг бюджета никогда не с причем во всех бизнесах нам приходит всегда денег на маркетинг уже нет совершенно верно у нас просто очень много таких проектов которые к нам обращаются уже построив заведение и а теперь сделайте нам что-то но мы к сожалению не беремся за такие проекты потому что пациент скорее мертв чем жив потому что если человек уже строит бизнес конца то следовательно его очень тяжело потом направить на правильные вещи вот я может быть буквально там в трех словах расскажу как вообще правильно это дело давай рассказы может не в трех интересным дайте у меня была самая самая большой бизнес-план мне нужно было по телефону человеку составить за 15 секунд мне был самый быстрый срочно ему надо было решить чего открывать ну вообще я если можно я буду рисовать я вам сейчас расскажу коротко быстро постараюсь максимально компактно о двух бизнес-планах которые вы должны иметь первый бизнес-план это гипотеза этого бизнеса второй бизнес-план это бюджет стартовой инвестиций и весь бизнес он любой бизнес не только ресторан но он построен на трех китах это менеджмент маркетинг и и чар я сейчас быстро забегу вперед в среднем по статистике сейчас на для того чтобы построить средний проект то есть не лакшери сегмент какой-то ресторан ресторан и не какую-то там бюджетную кофейню а что-то среднее необходимо тысячу тысячу двести долларов на квадратный метр это под ключ я знаю вас площадь 250 до помогу квадрат 200 200 грубо говоря 250 квадратных метров у у нас всегда есть целевая группа целевую аудиторию вы должны их для себя выбрать целевая аудитория не мужчины женщины там мамочки с детьми а группы и у каждой группы есть модель поведения это не только в ресторанном бизнесе это относится к любому бизнесу есть модель поведения вашего покупателя и вот а у нас наоборот в ресторанах на этом экономит и вообще у нас все рестораны создаются с целью сэкономить а гости же это чувствуют когда на них экономили и ваша задача на в процессе планирования подумать о вашем потребителе потратить на него деньги время знания чтобы он потом потратил свои деньги у вас и вот когда мы прописали с вами эти группы целевую аудитория наша задача указать сколько они каждый из них в какую в какой момент своего поведения может у нас оставить деньги 120 человек в день примерно ну это так мы грубо это это просто лучше как конечно в табличках все расписывать и считать более детально и более качественно потому что вот как посчитали на пальцах так и у нас и получится на пальцах чем тщательнее просчитаем тем тщательнее угадаем и выстрелим и вот они у нас тратят по 400 гривен каждый и мы с вами получаем 48 тысяч гривен товарооборот в день если вы в первую очередь не посчитали в свой возврат инвестиций чистый доход вы никогда не вернете деньги никогда не будете зарабатывать но это правило бизнеса сколько вы хотите зарабатывать вот с этого и начинается ну то столько и зарабатывать все чтобы возвращать деньги и так вложены как вы пишете 200 долларов 5-10 давайте 10 5 я зарабатываю ну а вы инвестора вот теперь если вы работаете и проект не получился то есть да нет людей их нет то ваш операционный минимум составит примерно вот такую сумму это ваша сумма убытка единственное что будет меняться 30 процентов фудкоста потому что это от продажи продукта зависит да то есть нет продаж нет закупки то есть у вас в среднем ну до полумиллиона будут инвестиции то есть вы будете датировать примерно полмиллиона в месяц если проект будет неприбыльным вы когда начнете строить весь этот проект у вас просто физически не будет столько времени заниматься каждой деталью вам просто придется очень быстро принимать решение и иногда эти решения просто будут не вы вы не вникните вы не сможете оценить правильно то есть просто будете платить и все вот поэтому 10 процентов мы всегда откладываем на то чтобы запустить бизнес правильно дальше у нас есть бухгалтерия разрешиловка то чего так все боятся я всегда говорю если вы будете зарабатывать деньги вам будет пофиг на все что у вас тут находится заплатите аутсорсинговой компании которая за вас все сделает на эту всю историю 2 процента максимум от общего бюджета это очень недорого благодаря арки пером и айка и один эскам все наши предприниматели не знают сколько они сегодня зарабатывают они видят у нас отчеты когда 5 числа бухгалтерия сдает отчеты за прошлый месяц и они 5 числа узнают что они целый месяц сидели в жопе вы должны сделать так чтобы о вашем ресторане все узнали не все ваши группы целевой аудитории и чем больше групп целевой аудитории тем больше каналов коммуникации потому что вы не можете кидать картинки в инстаграм с красивой пиццей а у вас люди в основном живут там я не знаю в конче заспида ездят на каких-то там дорогих автомобилях и все время путешествуют они что картинки в инстаграм листают нет дайте им рекламу по радио дайте имя не знаю как вы должны дополнить понять кто эти ваши гости и где они могут услышать о вашем проекте от этого формируются каналы коммуникации пишется целая маркетинговая стратегия запуска ресторана запуск нам нужно обязательно с вами оставить бюджет для того чтобы сделать первую закупку закупить алкоголь закупить винную карту закупить продукты отработать эти продукты мы должны сделать так чтобы наша команда когда вы спрашиваете непосредственно какой-нибудь салат а вот этот с креветками вкусный а я не пробовала в смысле ваш официант продает салат который он никогда не пробовал они должны все пробовать все знать и на это нужен определенный период как минимум месяц для того чтобы все это протестировать отработать сделать так чтобы это было вкусно у вас нет права на ошибку первое впечатление это решающее впечатление у вас остается 44 процента это адаптация и вот теперь на 44 процента вы можете ставить задачу вашему дизайнеру вы говорите уважаемый у нас есть от 250 тысяч долларов 44 процента грубо говоря 120 115 тысяч долларов нам нужно на эти деньги сделать ремонт и он уже тогда вам не лепит мраморные столы возможно да то есть он уже формирует этот бюджет он уже понимаешь нужно работать в рамках бюджета в эти деньги должна войти вентиляция канализация сначала неотъемлемые улучшения и потом уже что осталось мы уже смотрим на отделочные материалы но при этом не забываем что ресторан это все-таки спектакль это театр и мы хотим все получать удовольствие да мы хотим красивую картинку в тарелке вокруг и для этого нужно деньги или хороший креативный человек который сможет создать что-то интересное повлиять на решение гостя у вас купить этот проект ну вот все открыли поздравляю зарабатывать вот тут как бы должен быть не творчество кого-то бизнес-подход и вы диктуете правила этого бизнеса это ваши правила и когда вы создаете бизнес-план бизнес-проект в этом бизнес-проекте прописаны все ваши правила и никто не вправе их нарушать то есть да могут какие-то давать рекомендации высказывать свое мнение но есть четко рамки за которые нельзя выходить бюджетов и сроков потому что у нас все знаете за неделю сделаем две недели ты ждешь ремонт за неделю демонтаж три недели демонтаж все ремонтные работы умножайте на два все что вам будут считать сразу скажи пожалуйста еще раз хочу мы просто с тобой это при личной встрече говорили можно ли вот юлиана перед тобой сидит можно ли из нее за время пока будет в подготовке подрастить хорошего классного управляющего который бы понимал уже что делать и в процессе ну был уже достаточно самостоятельным крепким таким чтобы инвесторы были счастливы но вообще мы обычно всегда начинаем любую работу консалтинга с того что мы просим у инвестора дать человека который будет отвечать за этот проект то есть ну обычно инвестор либо приводит какого-то своего человека либо же он говорит нам надо искать мы нанимаем да то есть ищем ищем наемного сотрудника и этот человек с самого начала с нами то есть знаете как этот у меня есть один такой заказчик который сейчас она отказывается все делать это все меня просит сделать я говорю нет фонарь вы будете это делать потому что если сейчас я за вас сделаю всю работу вы потом не сможете этим руководить вот и мы как бы просто помогаем грубо говоря с человеку инвестора который будет управлять потом этим проектом сделать просто правильные вещи правильно то есть мы создаем все это и его контролируем да есть какие-то вопросы которые там она не состояние за не расставит оборудование но она будет сидеть с нами и мы будем вместе черти для того чтобы она понимала почему принято такие или вот эти решения почему вот эти она будет формировать меню не мы сам я со своей точки со своей стороны только дам ей правильное направление то есть как бы вообще работа вот вот это вот консультационная она больше наверное как работа с психологом это личный коучинг да это когда ты проникаешься в заказчика потому что себе бы я не открыла семейный ресторан я себе барчик хочу да моя задача открыть вам не мой проект а ваш проект и в процессе работы с управленцем обычно мы там пер месяц два как бы все время тесно совместно общаемся мы понимаем сильные слабые стороны мы говорим юлиана точно в финансах дуб дубом нельзя ей давать финансы она классный руководитель она будет круто общаться с командой она создаст очень классно слабые стороны смотрите давайте возьмем финдиректор мы не планировали с вами в бюджете давайте поставим финдира и мы тогда прикроем там вашего управленца или например мы смотрим что управление с крутое в цифрах стратегиях каких-то бюджетах он там щитака такой щитака оторвака но при этом встретить гостей у него язык в одном месте конечно всегда есть вот и не может быть один человек мультиуниверсальным солдатом то есть это практически невозможно он должен быть в чем-то силен в чем-то слаб и наша задача найти его сильные стороны и их усилить профессионально а слабые стороны заменить до какими-то подрядчиками вот и тогда в итоге получается потому что обычно знаете как инвестор находит себе там кого-то кто будет и там винстеры робы типа у нас есть там один мальчик инвестор это вот он сделает и это он сделает это он сделает я с этим мальчиком разговариваешь он бедный вон там вообще он вообще не понимает что делать куда бежать ну то есть ну уж уж он сделает ничего не сделает он просто боится и он хороший исполнитель и его можно ставить менеджером он может быть классный менеджером но не управленцем человек который управляет это человек который ничего не делает я знаете мы с чего мой карьерный рост и работала официантом потом менеджером ну когда везде из декрета вышло уже ребенок был и думаю как-то не камильфом кто твоя мама официантка ну как ты думаю блин надо все таки как-то дальше двигаться и работала менеджером у меня была управляющая как мне казалось она ничего не делает. Она целыми днями просто цветочки ходила, щипала и с подружками кофе пила. Я думаю, блин, как я хочу быть управляющей? Я тоже хочу ничего не делать. Только сейчас я понимаю, что она ничего не делала. Она просто организовала работу таким образом, что у нее все работало. Вот это вот управленец. А есть менеджеры, которые не щипают цветочки, пьют кофе, а как она мне говорила, однажды за пару я вытираю входную дверь, она мне говорит, еще раз увижу, это уволю. Я думаю, блин, капец, ну типа, тут помочь решила. Она говорит, мне нужен менеджер, а не дверотерка. Уборщица, да. Интересно, да, каждый своим должен заниматься. Каждый должен заниматься. Тебе бы хотелось, Юлиан, поработать с Викторией? Мне бы хотелось, конечно, безусловно. Мне кажется, это вообще колоссальный опыт. Как вам? Нравится девушка? Да. Взаимная симпатия сразу как-то. Я вам могу сказать, что, конечно, вам нужно, безусловно, обсудить все, но вот мое мнение, я все-таки, я тоже предприниматель из серии организаторов. Это всегда один из моих самых сильных навыков. И тоже считаю, что организаторы это ничего никто не делает. Ну, представляете, первое время, когда я, помню, только начала заниматься свадьбами, мне говорили, ну, а вам-то за что деньги? Ну, фотограф фотографирует, там, ресторан, там, еду накрывает, а вы-то вообще что делаете? Ну, я считаю, что как раз умение подобрать грамотную команду и отвечать за нее, что очень важно, это, конечно, на сегодняшний день самый сильный, ну, очень важный момент. И затевать все-таки дорогие проекты, не имея профессионалов рядом, ну, это очень опасно. Я не рискнула, и у меня был, там, полтора года назад, уже практически два года назад, опыт запуска цветочной компании, исходя из того, что я считала, что у меня достаточно опыта различного, и организационного, и маркетингового. У меня был весь опыт, кроме одного, опыта ритейла. Мне показалось, что, ну, я-то знаю ритейл, в принципе, я клиент, я покупатель, я кучу всего прочитала, смотрела, наблюдала, но я не знала ритейла, так как вот его должна была знать. Это было мое упущение. Вот, и я сейчас четко поняла, например, что ритейл – это вообще просто не моя история. Я его даже знать не хочу. Ну, то есть, это вообще не моя история. Но я потеряла на этом, ну, Бентли, не лучшая комплектация. Вот, но я получила очень хороший опыт. Вот, и опыт я его получила, потому что я же свои деньги потеряла, понимаете, не чужие. Вот, поэтому сегодня я считаю, что если мы затеваем какие-то дорогостоящие проекты, то все-таки нельзя экономить на том, чтобы не брать кого-то, кто в этом разбирается. Вот, это мое, как бы, личное мнение. Можно, конечно, в это играть, если вы готовы. Тут надо понимать, да, для себя. Если я готов, и я это делаю для того, чтобы получить какой-то опыт, кайфануть, и готов к тому, что все нафиг слетит, то тогда да. Поэтому у нас, я думаю, мы закончим этот эфир и поговорим за кадром. Для вас мысль наподумать, вот, потому что это все равно серьезное решение, вам нужно его обсудить, и тогда уже понимать, как играть. Потому что, честно говоря, я не знаю, как строить такой бизнес, исходя из собственных соображений и как бы закидывая удочки в никуда. Ну, мое мнение, это очень опасно. Я не готова за это отвечать. Да, это специфика. Мне даже часто спрашивают, а вы можете нам помочь открыть, там, я не знаю, салон красоты? Да я все могу как бы помочь, да, но я в этом не понимаю. Ну, то есть, да, люди, это есть, ты в этом, знаете, как есть специфика, есть, которые люди по книгам работают, а есть, когда ты в этом всю жизнь живешь. Ты, ну, рестораны, я не знаю, для меня это жизнь. Ну, знать производство изнутри. Конечно. Самоуникация. Это, знаете, я в Крыму, когда открывала своему заказчику вот эти проекты, я помню, очень сильно повалили люди. То есть, отель пустой. Один-два номера, никого нет. Мы у то там в размере нам один человек на кухне. И тут на следующий день заезжает 8 номеров люксов, там, по 2-3 человека с кучей детей. И начинается запара. Я никогда не забуду, как я в 7 утра стою, плачу на кухне, жарю оладушки. У меня купальник Виктория сипит. Я, короче, на каблуках, у меня дорогущие туфли. Я собиралась утром выйти в Крым, погулять на набережной и потом там на пляже полежать. И я такой, собственник бизнеса, стою оладьи жарю и плачу. И думаю, нахуй, а мне все это надо. Да, есть о чем нам поговорить, конечно. И вообще. Да. Мы под впечатлением, если честно. Позитивным. Даже вот желание намного больше как бы проснулось и абсолютно по-другому уже. Всегда после моих лекций есть два ответа. Никогда не буду этим заниматься. Первая часть аудитории говорит, типа, охренеть, типа, блин, вообще развалили, вообще все понятно. А вторая часть говорит, господи, спасибо вам. Спасибо. Я пошел. Одна девушка мне потом однажды написала, Виктория, спасибо вам огромное, я купила квартиру в Испании, я не открыла свой ресторан. Нужно понимать, на что ты подписываешься. Это очень важно. Всегда, когда мы во что-то впрыгиваем, нужно изначально понимать, исследовать почту, готов ли ты туда прыгать или нет. Вот, и как это может быть. Поэтому, ну, мне кажется, что я бы с тобой прыгнула, но прости, я не хочу ресторан, я приду к ним. Нет, ресторан на самом деле очень, ресторанный бизнес, он очень интересный. То есть, если вы любите людей, у вас все получится. То есть, самое главное, эту любовь передавать. Передавать в стройке, в ремонте, в кресле, чтобы это было удобно. Вы должны думать, всегда думать о вашем госте. Он у вас всегда должен быть, знаете, я всегда говорю, когда вы строите проект, вы думаете, путь гостя и путь сотрудника. Вот, если вы, вот этих два человека, позаботитесь о них в создании, да, бизнеса, у вас всегда все будет хорошо. Но у нас предприниматели ни о ком не думают, они думают о себе, о своем кармане, о своих денег, сколько сэкономить, сколько заработать. Они никогда не думают о других. Теперь мы знаем цифры и их видели, и вообще, как бы, теперь мы больше ориентируемся. План – это хорошо, но цифры – это важнее, мне кажется. Цифры вообще, все начинается с цифр, всегда, всегда все надо считать. Все понятно. Но я уверена, что у нас есть сейчас все шансы для того, чтобы этот проект был очень классный, для того, чтобы мы показали, как это все будет создаваться в нашем шоу, для того, чтобы мы прошли вместе все этапы, для того, чтобы мы подогрели к вам максимальный интерес, сделали классное открытие. У нас, кстати, есть хороший организатор, ну и, кстати, не только о себе, я говорила о другом, потом подумала, что тоже хороший организатор. Я думаю, что мы выбаханем классное открытие, правда? Это же важный, такой очень фактор. Для того, чтобы сразу же как можно больше внимания к этому привлечь, нам уже будет не стыдно точно за продукт, мы не будем за это переживать. Я думаю, что ресторан может стать гораздо большим, чем просто ресторан в хорошем месте для тех людей, которые живут в вашем жилом комплексе. Это вообще очень круто, когда люди приезжают специально посмотреть, для того, чтобы познакомиться, для того, чтобы попробовать. И тем более, если у вас заикались о мысли о том, чтобы в процессе, открывать еще рестораны, то это будет вообще очень классное начало. Тут самое главное изначально заложить правильный фундамент. Правильный фундамент – основа хорошего роста. Ваша следующая задача сейчас от вас, что я буду ждать, ваше решение. Как вы готовы идти? Исходя из того, какой путь вы выберете, мы уже будем с вами назначать следующие шаги для действия. Хорошо? Да. Да, хорошо. У нас рынок очень не развит, поэтому у вас все шансы его хватать и разнообразить и зарабатывать деньги. Просто сделать это правильно. были рады очень сегодняшнему выпуску, знакомство с Викторией, получили кучу полезной информации. Теперь отправляемся делать домашнее задание. Да, действительно, сегодня была такая классная встреча, да. Не очень длинная, но объемная встреча. Есть материалы, которые надо нам полезны, да, надо подумать. Глубже, поэтому под впечатлением. Ну, что вам сказать? Держусь за флипчарт, потому что Вика, по-моему, сегодня зажгла. Честно говоря, даже меня зажгла. Вообще, я люблю умных женщин, вот считают, что умные женщины не любят умных женщин, но все-таки любят. И, знаете, сегодня я понимаю, что пока этот проект это вот такой вот чистый белый лист. И очень много зависит от того, что именно, какое именно решение примут Андрей, Юлиана, Оксана. И мне почему-то кажется, что они примут его правильным, потому что, блин, я не вижу других решений. Вика сказала очень правильную вещь, о которой часто мы забываем, что отталкиваться нужно не от того, как пойдет, а отталкиваться нужно от того, что мы хотим, какую цель мы себе ставим и, соответственно, выбирать стратегию, исходя из этого. Мне кажется, это очень крутая мысль, на которой сегодня я рекомендую вам, в общем-то, и сосредоточиться. Друзья, обязательно напишите нам вообще свои инсайты и вообще как вам сегодняшний выпуск. Насколько полезна была та информация, о которой говорила Вика, и вообще, насколько вы считаете нужно, так много, мы сегодня оставили много в этом выпуске от Вики, нужно ли вообще столько информации вам, можете ли вы ее применить к себе, это круто, продолжать ли нам привлекать таких экспертов или оставлять это все-таки за кадром. Согласились бы вы сегодня на то, чтобы купить услуги Виктории, если бы вы открывали ресторан? Вы вообще считаете это целесообразным кому-то платить за то, что человек поможет все это организовать и сделать профессионально или для вас ваш опыт все-таки важнее? Ну и естественно, не забывайте, если вы вдруг смотрите нас впервые, подписаться на наш канал, посмотреть наши выпуски, вообще смотреть наш канал вот так вот, беря листочек, ручку и записывая, потому что мы даем очень классный, практический контент от профессионалов. Комментируйте нас за самые классные комментарии, я всегда дарю свою книгу, зажигалка, если вы ее еще не прочитали, самое время это сделать. Ну и в общем-то, продолжайте насмотреть, потому что я думаю, что проект с нашим рестораном, дай бог, что сложится правильно, будет одним из самых интересных, крутых и обязательно вам захочется побывать на его открытии, которое мы сделаем грандиозным, это я вам обещаю. Так что, до скорых встреч, друзья, подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки, ну и собственно, работайте, друзья, фигачьте, и другое слово, за которое YouTube нас блокирует, поэтому я его говорить больше не буду, вы и так все знаете. Если что, татуировка у меня на правый, пока. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok